Прежде чем прийти к вопросам по бочкам, я просто знаю, что ты был судьей на кубке малого шлема последнего шесть разряги, выдержанные зерновые в том числе. Какие твои впечатления в целом от образцов, которые тебе удалось продегустировать? Да, Эркин Дозунхоедов позвал меня за пару дней до фестиваля помочь судейской жюри, и я попробовал 11 выдержанных зерновых. В целом впечатление очень хорошее было. Как и ранее говорил, прибавляют наши ребята, конечно, в производстве уже становится получше. Нежели первые какие-то шаги, которые лет пять-шесть назад были сделаны. Даже выделю несколько позиций, которые мне лично понравились. Вот сета представленного на этот фестиваль. Среди зерновых у меня победила Старка. Это вот ярославские ребята. Довольно неплохой, интересный продукт. Такой самобытный, интересный, ни на что не похожий. С интересным таким ароматом, мощным, ярким. Такой овсяной каши с бананами в перемешку злака с хлебным послевкусием. Вот. Пожалуй, наверное, так. А в какой диапазон зерновые выдержанные попали при твоей оценке, там, от и до? Те, что были представлены? Это 70-е, если говорить по 100-бальной шкале, 70-е. Ну, вот как вариант, мы можем взять релиз победителя, Романа Щукина. Он первое место знал, я не помню оценку среднюю, которая была в жюри выставлена. Моя оценка была 74 балла этому релизу. Он занял у меня что-то там в районе седьмого места примерно. То есть некоторые вещи, которые попробовал я параллельно с ним, оторвались. Ну, на мой взгляд, опять же, это мое личное мнение. Вот одного из скольки пробовавших, я не знаю, 10-12 человек, я не знаю, сколько было полностью в жюри участника. Вот. А самая высокая оценка, ну, выше 80-ти у меня взяла вот Старка как раз. Все остальные позиции у меня не достигли 80-ти баллов. Ну, три, кстати, вариации на тему бурбона были там. Вот. И забавно очень было, они так сильно во вкусе и послевкусе, в ароматике нет, а во вкусе и послевкусе передавали вот промышленные виски в США. То есть Теннесси, Джека Дэниелса или же какого-то из бурбонов. У меня даже подозрения, честно говоря, были, но я не буду об этом сейчас говорить. Ну, факт в том, что даже если они были похожи на вот эти американские позиции, эти американские позиции типа Джека Дэниелса, лот номер 7, находятся в 70-х. Выше 80-ти никогда не поднимаются, по оценке экспертов. Европейских, американских, без разницы. Вот. На другой день вспоминаете, самое яркое вы помните. Вот такие самые яркие позиции, это были Старка, ярославских ребят, очень неплохо получилось с них. Молодцы, конечно, до идеального состояния ее еще нужно доводить, над этим нужно работать, но уже неплохой шаг и, скажем, вот эту Старку мне не стыдно будет подарить иностранцам, сказать, что вот это вот отечественный продукт, который сделали русские дестивары и выдержали. Довольно интересного плюс. На ХД запись, что один из винокоров жаловался, что его дисквалифицировали, подлог, да, что... Я понял, я понял. Это вот действительно настолько было похоже именно на американцев, я так понимаю, это обсуждалось, это же не просто так, взяли и убрали. Туз Мухамедов, когда я пришел на вот эту дегустацию, предупредил меня, он сказал, что у него есть сомнения, попросил меня попробовать, собственно, релиз, и он предполагал, что в этот релиз был подмешан, добавлен, то есть смешан как отечественный продукт, так вот, собственно, и американский, да, промышленный виски, то есть Джек Дэниелс, Теннесси или что-то другое. Ну, я скажу честно, что это чувствовалось очень сильно, вот честно скажу, по вкусу и послевкусию. Понимаете, в чем дело? Когда мы пробуем отечественный бурбон, с ним все очевидно. Вот Ярославцы, например, те же ребята делали бурбон, ну, было слышно в нем все, то есть отечественную бочку. Бурбон, опять же, в этих бурбонах, ну, будем их называть бурбонами, там, по-моему, один из них был питерский, Богачева, точно был Богачева 100%, один релиз был, по-моему, из стула откуда-то, и еще третий был, я уже не помню, в итоге, финально, после конкурса, мне просто говорили в переписке об этом. Вот, в этих продуктах чувствовалось, ну, чувствовалось, чувство промышленной виски. Его достигнуть в домашних условиях практически невозможно, скажу тебе честно. Как можно достигнуть в домашних условиях эффекта виски, который выводится из 10 тысяч бочек, даже больше? Чудо. Чудо, ну, я в чудеса не верю, хотя, возможно, чудо, ничего не имея против, я даже сторонник того, чтобы были какие-то продукты, продукты типа гибридов, например, их тоже можно оценивать, это нормально, но только честно. Только честно, я считаю, должны это делать люди, не стесняясь того, что вы добавили там что-то, или вы как мастер-блендер смешали собственный продукт с каким-то еще продуктом, так делают вот ребята из штата Юты, High West, есть такой бренд знаменитый, они делают такие вещи, у них скотч, например, торфяной смешивается с бурбоном, причем это и первый, и второй продукт, не их производство, они просто это блендируют все, да выдерживают, и вот преподносят, как интересные вещи, и довольно неплохие получаются у них образцы, релизы, и пользуются популярностью, молодцы ребята, я считаю, что это труд такой же, если кто-то из отечественных 10 воров сделал какой-то виски, и смешал, например, как вариант его часть с тем же шотландцем, ну а почему нет, это гибрид, это гибрид, который имеет место быть, просто нужно назвать все своими вещами. А вы не выдаваете тогда это за свое? Конечно, ну просто нужно быть тут честным, и опять же, вы поймите, что Туз Мухамедову крайне тяжело, он как белка в колесе крутится, там куча образцов, все нужно попробовать, вот, и тут, как он может проверить, правда это или нет, он же не стоит над производителем, и не может посмотреть, что он смешивает, и что он делает. Так он может сказать только лишь о своем собственном продукте, и не более того. Вы вдвоем принимали решение, или еще привлекали вот... Нет, ну скажем так, я вообще не принимал решение, я сказал свое мнение, мне показалось, что там есть какой-то подлог, ибо я не верю в чудеса, и вот такой эффект гармонии вкуса и послевкусия, послевкусия яблочной кожуры, вот того самого послевкусия Джека Дэнилса, олд номер 7, оно прям яркое, четкое остается. Так работает американец, идеально. Отечественные продукты, какие мы только не пробовали, ты сам помнишь, мы пробовали и питерский куклина, релиз, бурбон, и ребят с Ярославля, они примерно похожи, это вот русский стиль, наша бочка, все это чувствовалось. Для того, чтобы сделать, скажем, бурбон вот такого вкуса в наших условиях, ну-то как минимум нужно взять бочку из белого американского дуба, а полить ее до углей, ничего в ней не выдерживать, перевезти ее сюда, но ты же понимаешь, что это промышленные виски, они не делают чудо, они делают массу огромную, выводят. Это гигантское количество бочек, это их терруар, их температура в сквозке в помещении, их мастер-блендер, смешивающий эти продукты глобально, в больших масштабах, обеспечивая весь мир этим виски. Ну, каким образом можно сделать это в одной бочке, скажем? Купить бочку американскую, обжечь, ну, американского белого дуба, обжечь ее, залить дистиллят, выделить. Я хотел, наверное, сказать, купить бочку у американцев, готовую, обожженную, по их технологии, перевезти ее сюда, а дальше заправить ее дистиллятом. Вот, кстати, Эркин не верит, что дистиллят, подобный промышленному американскому, можно сделать в наших условиях сейчас, к примеру. Но здесь я не буду спорить, дай бог, если они сами это сделали, ну, тут что я могу сказать? Молодцы, молодцы, но опять же, это уровень 70-бальной шкафы. Продолжение следует...